Капец, вот это челлендж, народ. Жесть, я прошел только первую миссию. Лэнс будет защищен. Отстаньте, пожалуйста. Убили раз. Убили два. Убили три. Лэнс умер. Здравствуйте, дамы и господа. С вами снова Спектр. У модификации Тайтанд, как вы помните, Тайтанд Вайс, с которой я проходил около года назад, уже начали появляться свои фанаты. Сегодня, нежданно-негаданно, под конец 23-го года, один человек одарил нас модификацией GTA Vice City Nightmare Mission Mode, которая потом была переименована в GTA Vice City Hard... Hardlined, короче. Технически это Тайтанд Вайс, но она должна стать еще сложнее. Я знаю, что вы любите, когда я прохожу всякие хардкорные модификации на старенькие части GTA, поэтому следующее условие будет очень простое. Вы набираете много лайков, если что, пройдем либо видосами, либо стримами. Так что в любом случае, такой проект я не пропущу ни за что. Нажимаем новая игра, и давайте смотреть, что у нас здесь присутствует. Так, а сцену мы итоговую пропускаем. Сразу говорю, я не спалюдил себе абсолютно ничего в плане данного мода, поэтому на все смотрим впервые. Спасибо, что играете в GTA Vice City Hardlined Mod. Пожалуйста... Так... Ага, имейте в виду, что мод на данный момент проходит серию тестирований. Дождитесь, когда, короче, выйдет именно полная релизная версия. Звук сейчас воспроизведется, дальше не переживайте. Если игра крашится, проверьте VC, аудиобиблиотеку или Клео. Кастомные модели, потому что здесь присутствуют. Если игра крашнется, то зайдите в GTA EMG. Так... Также вы можете сохраняться три раза на ша в клавишу P, когда вы находитесь вне миссии. Это, кстати, очень хорошее нововведение, скажу вам честно. А, ну и все, и мы продолжаем. Поэтому, друзья, не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, видосы выходят каждый день. И, друзья, конечно же, имейте в виду, что данную модификацию я поставил на лицензионную версию GTA Vice City. Кстати, как раз приближается зимняя распродажа в Steam, и самое время закупиться оригинальные трилогии. Скидочки будут достаточно хорошие. Где это можно сделать? У сайта спонсора ролика. А рекомендую я вам игры на сайте GGSell, который является полноценной торговой площадкой. Количество ассортимента на сайте поражает до невозможного. Здесь имеются как новинки игровой индустрии, даже недоступные на территории РФ, так и игровая классика. Огромное количество подписок на различные сервисы и программы, и возможность получить доступ к сервисам, ушедшим из РФ. Но самое главное, очень дешевое пополнение вашего Steam кошелька. При покупке продукта следует обращать внимание на отзывы и рейтинг продавца. И не переживайте, сайт имеет уникальную защиту покупателей. Деньги остаются замороженными на сайте и не идут сразу к продавцу, до тех пор, пока вы полностью не проверите продукт. А также поддержка сайта всегда поможет по возникающим вопросам. Еще на сайте проводятся частые розыгрыши. Имеется даже огромное колесо бонусов, в котором можно выбить скидку или целый ключ к игре. И кстати, совсем недавно GGSell делал розыгрыш на огромное количество призов. И скажу по секрету, в ближайшем времени ожидается розыгрыш еще масштабнее. Так что настоятельно рекомендую не пропускать. Заходите на сайт GGSell по ссылочке в описании и наслаждайтесь качественными товарами. Итак, в начале у меня 50 хп. Я так понимаю, это максимальное количество здоровья, которое на данный момент доступно. Он вырезал. Он либо вырезал, либо заменил все спрятанные пакеты. Вообще, кстати, давайте все-таки обратимся к Ридми, да, сначала. Так, вот, нашел GTA Vice City Hardline. 36 сюжетных миссий стали еще сложнее. 21 сайд-миссия стали сложнее. Новая модель Томми. Сложности, так, это понятно. Значит, убраны посылки, убраны всякие пикапы. Вообще, пикапов типа нету в этом моде. Оружие понерфлено. Томми теперь более такой картонный, если можно так перевести. Нажав 3 раза P, можно сохраняться. Реплеи. А, реплеи лучше не нажимать. И небольшие изменения по поводу карты. Можете смеяться сколько угодно, но я, к примеру, точно не помню сколько сюжетных миссий в GTA Vice City, но явно не 36. Это точно. Да, мод все еще проходит тестирование, поэтому сегодня мы проверим насколько все будет плохо. Узишки больше здесь нет. По поводу брони? Да, брони тоже нет. Короче, чувак, молодец. Мне пока что... Ну ладно, в плане хардкорности мне правда пока нравится. Но мне больше интересно, как он именно индивидуально усложнил сюжетные задания в этом моде. Стоим. Ба! Добрый вечер. Ну, первая миссия, тут особо ничего нет, хотя я помню, кстати, в Titan Vice, между прочим, усложнение было уже в переулке, да, с которого мы начинаем. Хочу еще проверить одну штуку, перед тем, как мы на первую миссию сиганем. Рэмпейджи он оставил. Кстати, блин, вот он написал, что повторы, теперь это Death Wish, ну то есть смертный приговор, а я хочу нажать F1. Ладно, ладно, я не буду. Ну что, первая миссия, Hardlined Mod. Давайте посмотрим, насколько это будет сложнее Titan Vice. Возьмите новую одежду у Рафаэля. С учетом того, что в этой модификации нет больше пикапов, то есть я не могу подобрать даже никакое оружие на старте, хотя, вот мне что-то подсказывает в теории, наверное, пикапы оружия это должны быть, может они запрятаны, не может быть такого, чтобы я пользовался именно Emulation, чтобы их покупать, но типа, окей. Костюмчик прикольный, выглядит интересно. У меня только что вылетела игра, но... Твою-то мать! У меня только что вылетела игра, чтобы вы понимали, но она сразу же развернулась. Я не могу сесть. Кажется, несколько... Блин, там написано было, кажется, несколько наемников, которые, короче, решили с тобой разобраться. Иди, говорит, к яхте Cortezo. Ну, начало, кстати, было прикольное. Почему он... Да, короче, с этими типами я не разберусь, потому что... Да, они как бы с MP5, ХП у меня мало, тачками пользоваться я не могу. Замечательное усложнение самой же первой миссии. Хотя, опять же, технически из-за вот этой штуки я мог бы сесть в случайную тачку, задавить этих чуваков, и у меня было бы первое оружие на данный момент. Это было бы весело. Машины, кстати, зачетные, он их тут поменял. Должны быть всякие инфернусы, читы и так далее, но здесь что-то пошло не так. А, да? Мерседес из лейт. Эм, Мерседес горит, опаздывает? А, она еще и упала, да? То есть тут сразу несколько подлян одновременно, да? 20 секунд на то, чтобы довести ее до клуба пол позишн. И здесь еще... Охренеть. Пипец. Пипец. Типа... Вау. Вау, народ. Просто вау. Все починилось. Ага. Стрелай, стрелай, стрелай. Тебе это не поможет, дружочек. Не поможет. Пектер выехал на охоту. Оружие. 60 на 30. Сюда. Подожди, а вторая тачка может появилась, потому что я вот так не сделал? Ну, надеюсь, что я сделал сейчас что-то правильное. Так, если надо успеть за 20 секунд, нужен самый быстрый моцик в игре. И плюс, чтобы Мерседес успела сесть. Поэтому PCJ-600 хороший выбор. Сразу садись. Не туда. Сюда, сюда, сюда. Давай, давай. 20 секунд, капец. Да. Если ты, если ты не убиваешь чела, он приезжает второй раз на твою локацию. Капец. Вот это челлендж, народ. Жесть. Я прошел только первую миссию. У меня пот просто, у меня сейчас пот просто на весь лоб выскочил. Ребята, знаете, о чем я подумал? Я от себя, знаете, я люблю подобного рода модификации, но я думаю, что за такую уже первую миссию лайк точно поставить и попросить фул. Фул в студию. Мать его. Вообще, кстати, без шуток скажу вам, я эту первую миссию минут 40 проходил. Ну, минут 40 записей, я вам серьезно говорю. Сначала вот этот еще прикол с F, но ладно, это похоже баг просто какой-то был. Окей, следующая миссия называется Драка в переулке. Если первая миссия была точно сложнее, чем в Тайтан Твайсе, хотя опять же, будем честны, да, если бы не Тайтан Твайс, подобной модификации просто не было бы на Вайс Сити. Но не суть, теперь у меня есть хотя бы МП-5. Давайте посмотрим, что нас ждет тут. Найдите шефа на Ocean Drive. Вопрос номер один. У меня нет брони. Во-вторых, если надо убить шефа, либо у него будет какое-то мощное оружие, либо у него будет охрана. Вот, говорю, попомните мое слово. Я ведь не шучу. Ай! Теперь у меня еще меньше ХП. Зачем мне этот прыжок вообще сделал? Так, ладно. Ну, смотрим. Ага, он ему поменял местоположение. Да, он ему местоположение теперь поменял. И плюс он находится сверху. Зацени. Да, он находится теперь сверху. Окей, я знаю, как до него добраться в любом случае. Так, уникальный прыжок номер два. Ага, у шефа есть подмога. Говорит, ой, нихрена себе их там сколько. Да, какого шефа? А, шеф теперь убегает. Говорит, убей его. Там, короче, чуваки со снайперками. Я бы эти снайперки с радостью забрал, но тут, наверное, был сделан упор, знаешь, на что? Тут, короче, был упор сделан на то, что ты пойдешь убивать его, ну, типа наверх, и тебя сразу с первого выстрела сныперят. Но так как у меня было оружие, я, короче, об этом позаботился. Жесть. Я только сейчас его убил, прикинь. Там, кстати, спас 12 еще валяется. Мне кажется, эта модификация чуть-чуть, чуть-чуть того. Ай, вашу мать. Короче, она чуть-чуть дисбалансная в плане оружия. Да иди-то нафиг. Что ты делаешь вообще? Ну, ХП у них, конечно, мда. Мое почтение, мое уважение. Все, готово. Кольт Питон, спас 12, Кольт Питон. Хай, Лэнс. Так, здесь сейчас еще, да, должны появиться? Эм, фоллоу Лэнсом, я че? Ага, следуй за Лэнсом, говорит, и убедись, что он добежит до итогового пункта. Твою-то мать. Не, это че-то прям, это че-то прям серьезное. Офигеть. Охренеть. Охренеть. Эм, слушайте, мне кажется, нет, это правда сложнее, чем Тайтан Твайс. Но че-то, так, погоди, я сейчас еду в другую сторону, да, я это знаю. А, мне нужно проверить одну вещь. Ну, если модификация полностью на скиллухе, да, завязана, хотя вы видите, да, ну, столько хп у поваров, это бред. А, брони-то. То есть, окей, он цены в магазине оставил такими же, то есть, в принципе, оружие можно закупать, да, но брони больше нет. То есть, даже в эмьюнейшене нет брони. Вот это плохо. То есть, я с 50 хп прям остался здесь навечно, да. 25 хп! Типа, а, тут оказывается писали то, что у него броня. А, погоди, так он вызывает подкрепление через... А-а-а-а! Он его, короче, просто вызывает через телефон. Вот в чем дело. И он, кстати, дал армор не только шефу, а реально всему подручным... Да, уйди. Он, кстати, фулл подмогу не успел вызвать. Тут, короче, есть небольшой тайминг, он может вызвать фулл подмогу, но, типа, я успел слишком быстро. То есть, только снайпера теперь есть. Блин, а я смогу взять телефон? Мне кажется, они меня ваншотнут здесь. Ну ладно, судя по всему, все равно придется с оружием распрощаться. Ну, кстати, хэдшоты вообще... Ай. Хэдшоты вообще, кстати, неплохо ставятся, согласитесь. Опа. Я в этот раз поставил машину поперек лэнса. Угу. Да, так что, надеюсь, теперь все будет в порядке. Во, видите, да? Да, теперь лэнс будет защищен. Лэнс и правда защищен. Да, именно таким образом надо проходить миссию. Надо лэнса сначала огородить от всех этих типов. Так, окей, в этот раз я поставлю тачку вот сюда. Чё, не, подожди. Надо как-то ее так поставить, чтобы лэнс и правда не смог перебежать. Ну, типа, вот так. Во, кстати, да, выглядит неплохо. Типа, мы бежим оттуда, здесь стенка. Все. Лучше варианта я не придумаю. И первое, что надо будет сделать, это загасить чуваков, которые сзади с М4 будут. Так, окей, я полностью наплевал на оружие с них, которое падает. Тихо, 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 тихо. Отстаньте, пожалуйста. Так, окей, в этот раз попробуем убежать от челов с крюгерами, по крайней мере. Угу. Так, берем. Лэнс, по идее, сейчас будет защищен. О, спасибо, что помогаете, кстати. Так, есть. Так, кольт питон. Вообще, кстати, я не знаю, что хуже, что лучше, но кольт питон, это не худшее оружие в Айс Сити. Так, найс. Снайперку можно? Спасибо. Давайте кольт питон, короче, возьму. Так, окей, минус два снайпера. Дальше. Шефы. Лэнс. Лэнс специально байтит, чтобы я выстрелил по нему. Вы видите это? Он специально байтит. Так, вижу. Готов. И еще один. Ну, у них обычные эти пистолеты. Ладно, давайте просто пистолет возьмем, пофиг. Мне нужно хоть одно оружие, у которого будет много патронов. Это челы с молотовыми? Да, это с молотовыми. Они сейчас могут поджечь собственный грузовик, в принципе, и он будет уничтожен. Блин, этот придурок вышел. Убили раз. Убили два. Убили три. Лэнс умер. Короче, если Лэнс здесь телепортирует на какую-то позицию, это будет печальненько. Надеюсь, что этого не будет. Раз. Два. Тут же не будет такого, что типа ты оставил Лэнса и так далее. Если такое предвидится, то... Но тут я не силен, ребят. Давайте сделаю лучше. Я Инфернус, короче, к Лэнсу подгоню, да? Я думаю, так будет безопасней. Все? О, ты оставил Лэнса позади. Я знаю, я знаю, игра, я знаю. Тут как бы безвыходное положение, я бы сказал. Блин. Нам нужно, говорит, убираться отсюда. Куда нам нужно выбираться? Вы видели, да? Там реплика была в субтитрах одна, а он сказал просто слово плохое на букву С. Ладно, давайте я мельтешить не буду. Пофиг. Деньги, наверное, можно в спецслужбах будет заработать, если чел ничего не понерфил. Капец. Как же долго я прохожу вторую миссию в этом моде. Ну, чувак был отчасти прав. Это реально hardlined. Ну и типа Nightmare Mission мод, короче. Что первый? Pain Spray не работает. Я только что 100 бачей просрал. Да. Pain Spray больше написано не влияет на ваш уровень. Ну, поняли. На уровень розыска. Эм. Вау. 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 Наверное, лучше так. Ну, типа, мне оружия хватит. Ладно, если я не получу М4, которая там у чела есть, я готов. Мне пофиг на нее. О, блин, лэнс. Так, ща. Да, да. Я знаю, что тут делать надо. Ага. Есть. Все. Полиции, кстати, нет почему-то. Вы скажете, что я что-то начатырил? Не. Я ничего не начатырил. У меня реально полиции здесь нет. Ай. Еще в кустах один запрятан. Убил? Убил. Вот, кстати, Емка. Говорил о том, что не смогу ее получить. Ща. Подожди. Ладно, вот эту возьму. Отлично. Это маркер, теперь едь в отель. Окей. Мне кажется, он тут для спидранеров как будто тоже какие-то страты индивидуальные продумал. Но, типа, тебе реально надо закрыть лэнса для того, чтобы остаток миссий прошел успешно. Как считаете, он сюда тоже сейчас поставил пару поваров, не? Не, походу все. Да, это халява была. Окей, миссия пройдена. Я эту миссию проходил... Я, ладно, я не буду говорить сколько, но это было очень больно. Это было... Я думаю, по футажу вы, в принципе, поймете, насколько это было больно. Типа, вау, вау, окей. Эта штука даже меня удивила по хардкорности и по способу прохождения в принципе. Кстати, чтобы не было дополнительных вопросов по поводу восполнения хп. Есть у меня одна задумочка. А если воспользуюсь амбулаторией? Она закрыта. Окей, он все предусмотрел. То есть, я теперь должен следующую миссию начинать именно с 30 хп. И если я помру, то все оружие у меня испарится. Технически я как будто прохожу игру, можно сказать, с одним хп. Окей, погнали дальше. И следующая миссия называется Джури Фьюри. Вообще. Так, ну тут интруха стандартная, выпадет молоточек, да? Ну, кстати, молоток пригодится, хотя, по-моему, у меня катана должна быть. Да. Ага. Гоу. Ага. 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 Теперь это, короче, миссия с таймером. Аля, смотри, после сохранения хп восполняется полностью. Все, ладно, хоть какой-то абуз наконец-то есть. Так, у тебя, говорит, есть пять минут. Интересненько. Лол. Он удалил... Блин. Окей, он удалил, короче, фургон. Подожди. Он написал, что тачка присяжного пули непробиваемая. Говорит, найди какой-нибудь другой способ ее уничтожить. Она пули непробиваемая, народ. У тебя есть пять минут до того, как они свалят из Vice City. Короче, если вы думаете, что у меня нет никакой тактики, да вообще-то есть. Первый вариант, я хочу придавить присяжного, вот этого, вот этого, вот этого. Угу. Теперь он не сможет сесть в свою машину. Это раз. Дальше мы убиваем свинку. А, у свинки, у свинки увеличенное количество хп. Чел. Знаешь, я хочу тебе дать один совет. Ну, ладно, это, наверное, англоязычный чувак, он по-любому не поймет, о чем я тут говорю, да? Но я просто хочу дать один небольшой совет. Увеличивать хп у каждого непися, ну, враждебного, да? Это не совсем скил, как бы, ну, то есть, это не совсем скилозависимая штука. Сделай что-нибудь с этим, хорошо? Кстати, у меня снова 30 хп, почему-то. У меня было 50? А, я допер. Наверное, когда ты сохраняешься, у тебя 50, а когда загружаешься, у тебя, типа, старые опять значения. Ну, не знаю, других вариантов у меня нет, короче. Если она устойчива к... А? Если она, типа, устойчива к... пулям? Ой. Я сам себя поджег. Дубль 2. Ладно, если она... Да твою мать, какого хрена ты стреляешь вообще? Может, ее реально надо молотком, типа, дамажить? Ну, там же написано было Bulletproof, да? Логично? То есть, оно должно реагировать, наверное, на молоток. Или этот чел неправильно донес до нас? Может, надо подъехать на своей тачке? Уничтожить ее? Подожди, я хочу провалить эту миссию, но проверить. Сейчас, 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 подождите. Мы тестируем. Так. Нет. Давайте попробуем съездить ко второму. Но, мне надо просто хотя бы понять, с чем я имею дело. То, что у меня есть таймер, это ладно. Он вроде как, ну, 5 минут, это еще терпимый результат. Я просто должен в теории понять, что он от меня хочет. То есть, если тачка пуль непробиваемая, я ее должен расколошматить, но это не работает. Я ее должен сжечь? Тоже не работает. Так надо тогда писать, что тачка полностью непробиваемая, наверное. Или, че, кого? Оля. Bulletproof смешит. А, смешит with your hammer написано. Во. Пожалуйста. Ну, у второго присяжного хотя бы дали подсказку. У первого этого не делают. Может, в этом был и смысл миссии, конечно. Я не знаю точно. Но, не знаю, если ее надо долбить вот так минуту, я теперь понял, почему здесь таймер в 5 минут установлен. Это тяжко. Это не помогает, народ. Я долблю ее уже минуту. По-моему, это распространяется только на вторую машину присяжного. А вот с этой типа нужна какая-то... Я не знаю. Тут реально какая-то страта особенная похоже нужна. И все-таки. Давай проверим, что будет, если я взорву машину рядом с ней. Может, это все-таки поможет? Но я... Я тогда не знаю. Она сдвигается? Да, она сдвигается, типа. В воду я ее не смогу скинуть, ну, потому что долго. Сесть в нее я не могу, да? Ну, очевидно. Серьезно? То есть... Ладно, я вам говорю честно, для такого, ну, обзора мода слэш первой серии, ребята, я что-то подустал. Притом, именно морально подустал. Ну, типа, я не совсем понимаю. То есть, ладно, первого чувака еще можно придавить. Чтобы вы понимали, второго чувака тачкой нельзя придавить. Он сразу умирает. И там прям есть полноценная подсказка, что типа молотком надо долбить ее. Ну, это я понял. Это сложно. Ладно, давай я сейчас этого вызову. Че? А он убежал. А? Да. И тут появляется охрана. Нет. Вон еще один. Чего? Они же не будут так резаться? Они будут так резаться. Походу. Серьезно? Убил. Убил. Ну и че? Он долбите, ну типа, выдолби его тачку с помощью молотка, но когда ты наносишь урон молотком. Кто-то кстати может сказать про эйтбола например, да? А подожди, на первом острове по-моему нету эйтбола, да? Ну так скажем эйтбола. Слушайте, у меня плавится мозг, народ. У меня сейчас реально плавится мозг. Я не могу догадаться, как пройти эту миссию. А типа огонь их не берет, пули их не берут, взрывы их не берут. Молоток, он, ну я не знаю, там надо долбить две минуты что ли подряд тачку? Или чё? Короче, если вы захотите полное прохождение, вы должны срочно в комментариях накидывать версии, как это дерьмо пройти. Блин, этот чел еще он за тобой бегает. Ну типа да. Но они так и будут спавниться дальше, да? Этот мод оказался не то чтобы сложнее, чем Titan Twice. По-моему, здесь вообще идет какой-то разнос. И то есть, понимаете, я скорее испытываю скилл ищу, но то есть я вроде как должен пройти это основываясь на опыте, да? Но во-первых, чувак неправильно формулирует мысль, типа он говорит тачка буллет проф, она не может быть буллет проф, потому что к огню и ко взрывам она тоже устойчива, а это надо писать в субтитрах. Во-вторых, я не совсем понимаю вот эти дополнительные параметры, типа ща, вот я заблочу вход, теперь мне нужна еще одна тачка, чтобы заблочить второй вход. Правильно? Правильно. А еще на все про все, кстати, у тебя всего лишь 5 минут. Ну, с учетом сейчас перегораживания вот этих переходов, 4 минуты. А, окей, у них все-таки фиксированный спавн, по крайней мере... Нет, он не фиксированный. Я... Я сдаюсь. На первую серию, если и будет продолжение, я реально сдаюсь. Ну, пейнт спрей, ну, эмюнэйшн бесполезен, до воды очень долго надо вести эту штуку. Ну, если самолично даже толкать ее. Короче, дамы и господа, вы поняли, что из себя представляет эта модификация. Продолжение зависит от вас. Но, перед тем, как выйдет вторая серия, если выйдет, я бы все-таки ознакомился с вашими версиями прохождения этой миссии. С вами был Спектр. Это был GTA Vice City Hardline Mod. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо еще раз за внимание. Всем удачи, не болейте и пока.